Друзья, если вы хотите узнавать первыми о выходе новых роликов, то подписывайтесь на мой телеграмм FreakFamily. Туда я закидываю анонсы о новых видосах, а также иногда высказываю свои мысли по поводу сквада. Также хочу напомнить, что у меня есть второй канал FreakFamily Live, в котором выходят нарезки, не попавшие в основу. А теперь приятного вам просмотра. А это не Варнава, что ли? Можно в следующий раз как-то со мной гостей согласовывать, хорошо? Тогда как вам удобнее, чтобы я к вам обращался? Леонид или Николай? Леонид. То есть я просто думал, вы старше меня. Ну, как-то все равно будет поуважительнее, если Николай. Ну ок. Сразу скажу, я мало понимаю о футболе, поэтому мы будем с вами на одном уровне общаться. Если что-то будет непонятно, вы у меня спрашиваете, я как-то попробую объяснить, хорошо? Известный факт, что вы завершили свою игровую карьеру из-за травмы, которую получили, упав с дерева, когда лезли туда, чтобы съесть кошку. Спасти кошку. Ну, понятно. Спасти, съев ее. Я слышал, что в годовалом возрасте вы часто писались. Сейчас проблема решена. Решена. В одном из своих интервью вы сказали «Здравствуйте». Что вы имели в виду? Вы хотели пожелать здоровья конкретному человеку или разбрасываете этим словом налево и направо? Ну, у нас все интервью будет состоять из таких дебильных вопросов. Не, ну это цитата. Здравствуйте. Здоровья пожелаю. Здоровья именно конкретному человеку? Да. То есть обычно привет? Я не всем желаю здоровья, да. То есть обычно ограничиваете привет? Hello. Hello. Серьезно? Да вы что? Надо же, это очень интересно. Кто бы мог подумать? Просто в конце интервью попрошу вас рассказать интересную историю. А мне самому домой надо будет ехать. Потом на монтаже мои реакции вставим, хорошо? Хорошо. Вы сделали пересадку волос. Да. А с помощью сервиса Aviasales могли бы обойтись без пересадок и сэкономить? Круто. Шрамы украшают мужчин. Не задумывались о шрамировании? Не задумывался. Да хорош. Следующий вопрос. Ваша команда играет по схеме 4-4-2, верно? Верно. А почему не 4-4-4? Так бы уже было на два футболиста больше. Или вы гуманитарий? Правило. Один из футболистов на поле должен. Запрещено что? Появляться больше. Подожди, а 4-4-2 это 10 же. А чего он все равно одного не доберет себе? У них нет типа? А-а-а. Вратарь это не футболист типа? 11 игрокам на футбольном поле. Но если два больше, то очевидно. Я подумал, а я типа таксик ебут, что они типа запретили 11 брать. Лучший результат. Но по правилам, по регламенту только один смог. Вы мне про регламент сейчас говорите. Я вам говорю, что если бы на два игрока больше было, вы бы гарантированно выигрывали. У нас был один случай, когда тренер назвал 12 игроков в стартовом составе. И они вышли. И потом на поле надо было распределяться, кто из них лишний. И одного вышло на поле. Арбитр не допустит 12 футболистов или 13 на поле. Мудреная игра у вас, конечно. Да, блин. Давай дальше. Какие вам нравятся цветы? Это правда. Орхидеи. Дальше я ничего не понимаю в футболе. Просто ебуню. Розы. Зачем? Там дальше... Розы. Правда, что вы на самом деле худой? Просто одевайте большие дутые вещи, потому что рэпер. Правда. Я говорил. Да, у меня сын такого же принципа придерживается. А какой у вас ник? У него Ли Вейт. У вас какой Ли Вейт? Доктор Слу. Доктор Слу? Доктор Слу, блин. Ну и какой самый крутой трек у Доктора Слу? Рубин Супер Гуд. Рубин Супер Гуд? Залезть в Эпсторм, и эта песня там есть. Это реально? Я поищу на Зайцев на эту. Доктор Сру? Или нет? Или нет? Да давай дальше уже. Сру? У вас прикольная кофта. Сколько она весит? Я не знаю. Подождите, а вы разве не в секонд-хенде одеваетесь? Нет, не в секонд-хенде. Леонид, если вы не будете честно отвечать на вопросы, у нас не получится хорошего интервью. Магдан, тебе не нравится моя одежда? Да не, все ок. Просто, уважаемые подписчики, если это видео наберет 100 тысяч лайков, мы пойдем с Леонидом на рынок и хорошенечко приоденем его. Наберет она с тобой 100 тысяч лайков, конечно. Почему? Ну ты не популярен. Давай дальше. Сука. Я же из жалости. 383, нихуя. Я тоже из жалости. Ну, у нас с тобой совпали. Вы дружите с Дюбой? Да. Часто созваниваетесь по видеосвязи? Нет. Я моргнул, извините, давайте перепишем. Вам когда-нибудь присылали дикпик? Нет, конечно. Вы сегодня не проверяли, да, Директ? Немного о личном. Вы развелись со своей женой? Да. И сейчас у нее есть какой-нибудь? Я не знаю. А набрать? И не общаемся. Это грустно. Точно не знаете? Или без камер? Скажете? Точно не знаю. Давайте дальше. Бля, мне вот кажется, шоу, которое со мной выйдет, блядь, оно примерно вот такое же будет. Где я ведущий. Только у него, блядь, это ТЗ такое было. Мне никто ТЗ не дал, просто сказали, проведи шоу, блядь. Черчесов. Не, не то, не то, которое меня позвали, которое я уже снял. Романцев, Карпин, Семин, Романцев. Расставьте от наиболее сексуального к наименее. Меня не интересует мужская сексуальность. А кто сексуальнее тогда, я или Ксения Собчак? В каком смысле? Ну, как мужчина. Ну, как мужчина, ты. Спасибо. Ну, как женщина, она. Не, я уже не спрашивал. Если бы вам предложили тренировать рубин, вы бы согласились? Я уже тренирую рубин, Богдан. Быстро же вы соглашаетесь, Леонид. Футбольный тренер, это же как бизнес-тренинг, да? Вы зарабатываете бабки на том, что учите других людей. Нормально ждет. Когда понимаете, что некомпетентно, улетаете в другую. Гоу, видос Ликса. У Ликса вышел видос. Ну, что-то типа того, да. А, он же хотел Ютуб создать. Развод, по сути. Ну, да. В смысле, вы рофлите сейчас? У Ликса вышел видос? Это что-то в лайк-формате? У вас когда-нибудь урчал живот? Ну, урчал, как у всех, наверное. Круто. У тебя не урчал? Там запрет. Я даже не понял вопрос. Урчал тебе слово непонятно или живот? Урчал. Вы понимаете фонетику? Да. И что это? Издавал звуки. Ур. Реально? Урчал, потому что живот типа делает уру-рур? Ур. Урчит живот. А чал это что за глагол? А, типа мур-чал. Ур-чал. Мы-чал. Ебать! Начал, кончал. А кто, кто кончал делал? Кан-кан-кан? Кон, а, кон, кон. Давай дальше, ладно. Получается, чал это, блядь, слово, вот именно, корень слова. Да ну нахуй. Мол-чал. А, типа не издавал звук, да? Кричал. Суффикс. Что суффикс, блядь? Джеки-чан. Ебать! Качан. При-чал. Ну это тупо. Не согласен. Когда вы выходите в Еврокубке, вы радуетесь, что ура, мы накопим мили? Мы чартерами летаем. Чартерами. Зачем-то это вопрос. В нашу сборную на евро верили миллионы россиян. Не боитесь, что вас привлекут к ответственности за оскорбление чувств верующих? А ты верил? Я верил. Даже зная, что тренер я, ты продолжал верить? Тренер чего? Сборную. Я не знал, что он тренер, но я не верил. Ну про что вообще? Ну ты говоришь, ты верил. Ну? Во что ты верил? Да я так, поддержать разговор. Ну хорошо. Тебе удалось. А когда вы получили разрешение на клонирование любого футболиста в мире, почему вы выбрали именно Березуцкого? Хотите, хотите прикольную историю? Мужики, как и захотелось. Там запретки будут в ролике? Да смотрите, я пока пока покакаю. Сейчас запущу Зарка, чтобы он, если что, осудил. Зарк, если что, осудишь мой ролик? Зарк! Хочешь поднять бабла? Заходи на Абэкс. Тебе на выбор предоставлены множество игр. Краш, кости, кейсы, минер. Эти иксы взорвут твою голову. Наши режимы дают нереальный профит, и это только вершина айсберга. Играй в свои любимые режимы, поднимай бабла и забирай плюсом турниры. Играй в игры и крути рулетку каждые 15 минут бесплатно. Получи бесплатный баланс с этим промокодом. И помни, кто не рискует, тот не выигрывает. Баксов за то, что Диман насрал бы мне на грудь, то я бы согласился. Понимаю, звучит странно, но я думаю, большинство бы согласились. В принципе, как будто это не так зашкварно, если на грудь срут. То есть одно дело сжать, другое дело на грудь насрали. Быстро отмылся и все, зато лямбаксов. Это легкие бабки. И в идеале с легкими деньгами надо легко расставаться. То есть если на тебя насрал Диман за лямбаксов, то должен на лямбаксов купить ему еды, чтобы он на тебя срал каждый день. Ты бы бесплатно согласился с этим, нахуй. Я сейчас, блядь, посрал, и твои зарплаты, блядь, и выдержу жопу, нахуй. К сожалению, в этом месяце без нее остаемся. Да. У одного из братьев березуцких айфон, у другого самсунг. Но когда делают фейс-айди, то открываются телефоны обоих. Ха, блин, кек. Совпадение, нахуй. У нас время ограничено, если что. Извините. Да не, мне просто... Блядь, интересно, есть мой брат-близнец? Можешь делать конкурс близнецов? По-любому, где-то в мире есть. Просто найти своего близнеца. Тема, давай сделаем конкурс близнецов. Ну, вы представляете, сколько кринжа будет в этом? Вы готовы это смотреть? Давайте быстрее, чтобы это уже закончилось. Потому что самое странное. Да, хорошо, это я самое-то выбираю. Надо тогда сделать отбор жильников. Тридцать четыре футболистов. Я завтра за ночь много контента. За все время? Нет, сейчас. На данный момент. Ну, откройте наш лист стартовый. У нас там 20 игроков. А, то есть даже топ-34 не наберется? Нет, к сожалению. Слабенько его. Надумать, кого бы вы надумали. Просто про фантазирование. Рубин, сильный клуб? Фантазировать? Ну, да, если бы фантазировать. Ну, тебя бы точно не взял бы. Даже в топ-100. Почему? Ну, потому что слабые интервьеры и, судя по всему, играть в футбол не умеешь. Странно вот. Жестко, блядь. Даже, ну, как-то меня задели. Не, это задело, блядь. Я понял. Тогда у вас, получается, все слабые интервьеры в составе вашем. Почему? Мне интересно, в интервью с Волковым… Вероятность того, что я ваш отец… В интервью с Волковым… Волков говорил, что пизды ему даст? Он же серьезный дядька. А, да? Когда эти лифты подключат, нахрен? Начальника первые. Ну, вы идиоты. Почему скульптура стоит? Почему? Я тебя спрашиваю, почему скульптура на 17-м? Верни. Там самая ржака, блядь. Я не муф… Волков, у вас 34 футболиста Рубина. Понял. За все времена? Нет, сейчас, на данный момент. Как же ты заебал, ебища. У меня слишком быстрый мозг, чат, блядь. Мне очень тяжело не бегать по контенту и по членам. Но это не важно сейчас, я больше по контенту. Надумать, кого бы вы надумали еще 14. Просто профантазировать. Верни уже то. Ну да, если бы фантазировать. Тебя бы точно не взял бы, даже в топ-100. Почему? Ну, потому что слабые интервьеры и, судя по всему, играть в футбол не умеешь. Странно у вас логика. Даже, ну, как-то меня задели. Я пытался. Я понял. Тогда у вас, получается, все слабые интерьеры в составе вашем. Почему? Ну, потому что играют плохо. А почему есть интервьеры и играют плохо? Ну, вы сказали, ты плохой интерьер и играешь, наверное, плохо. Ну, Ксения Собчак попала бы у нас в топ-10. Кричать от тебя. Ксения Собчак. А кого бы вы выгнали и поставили Ксению Собчак на эту позицию? Любого. Тихуясь, они там, блядь. Я бы, честно, тоже. На птичьих промах там играют, чего вы? Ну, два часа можем сократить. Это вот Диман на каждом стриме, блядь, когда его зовут, нахуй, после своего стрима. Блядь, долго еще? Долго еще, нахуй? Лежит в полулежа, уже со стула скатился, ебаный червяк, блядь. Сокращаем. Давай, сокращаем. Тогда самые такие уже важные. Я сделал ДНК-тест. Вероятность того, что я ваш отец, 3%. Ты долбоеб. Ты, блядь, как с отцом разговариваешь? Ну, две недели без компьютера, Леня. И в комнату все. Здесь комната? Ну, комнаты нет. Слышали выражение, что уходить нужно на пике? Да. Получается, в вашем случае вы не закончите карьеру никогда? Получается. Покажите пресс. Он у вас наверняка очень крутой, вы же постоянно качаетесь. Упражнение неэффективно, не крутое. А можно разочек? Нет. Нет. Не, я именно легонечко так. Нет. Ну, я же вам говорю, что нет. Ты чуть-чуть, а? Нет. 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 Все проверит. Ну, видишь, машиняка какая сидит перед тобой. Ну, что, нормальный пресс? Ну, честно. Ну, скажи честно. Если без камеры? Да, без камеры. Все. Хуйня? Полная. Я так и думал. Крутой пресс Леонид. Я хочу сделать татуировку, но не знаю, как она будет выглядеть в старости. Можно я на вас сначала ее сделаю и посмотрю? На пояснице. У меня там уже занято место. У меня сын уже обратился с такой же просьбой. Йоу, доктор Слу, да. Вы так разговариваете, кстати? Я нет, он, да. Нет. Ну, как вы сажаетесь? Йоу, левейт. Йоу, левейт. Йоу, левейт. Йоу, доктор Слу. Ничего на районе? Слышно. Да? Ну, примерно, да. Это стандартный, мне кажется, разговор с отца и сыном. Да, обычно. Доктор Слуева. Оцените, какой вы тренер по десятибалльной шкале? Где десять – это гвардиола, а ноль – это вы. Ты уже все оценил за меня. Спасибо. С Волковым, с деревянка, имба. Давай отложим эти вопросы. С Волковым, я думаю, смешная хуйня, если он на него уебался. Александр Волков. Ну, в плане, говорил, что пизды ему даст. Кто вам дороже – я или мама? Мама. Понятно. Ну, ты тоже дорог. Но уже не надо, блин. Ну что ж, спасибо, Леонид. Вы отличный гость. У нас могли бы быть красивые дети. Все, можно идти. Могли бы быть, но он у отец. Скажите какую-нибудь интересную историю напоследок. Пизду вас, блядь. Серьезно? Да вы что? Надо же, это очень интересно. Кто бы мог подумать? Хорошо было, блядь. Нормальный канал, реально. Шуточки, конечно, второсортные, малость. Пиздеть не стану, я бы лучше написал. Но, блядь, неплохо, неплохо. Достаточно неплохо. Бортич? А может быть, ледыч? Поняли, типа, ну, хоккейный бортик, типа. И лед. Ну, типа. Ну, давайте посмотрим, короче. Здесь. Почему сюда не принесли? Сколько курилов? А я, кстати, видел Бортич. Ну, я, короче, к диману ехал в Питер. Потому что он обещал мне отсосать экстренном формате. В поезд вошла Саша Бортич. Ну, я, естественно, как настоящий мужчина. Нихуя не сделаю. Засал подойти. И просто сделал вид, что сплю. Одним глазом посмотрел. Знаете, как въезд, когда мама в комнату заходит. Когда ты в телефоне сидишь. И резко выключаешь. И ты смотришь, где она вот так. Чуть-чуть. На полшишки. Открытый глаз. Типа, ты видишь, но все, как будто, знаешь, под тюлью. Вот так. Ну, вот условно. Ну, вот. Вы сейчас, наверное, думаете, что я вас не вижу, да? Вы сейчас охуеете, я вас вижу, блядь. Нет, ну, я понимаю, что это выглядит так, как будто я сплю, да? Но... У меня сейчас закрыты глаза. Ну, я понимаю, что вы в ахуй. Это потому что я в детстве всегда скрывался от мамы. Когда она, ну, подходила ночью. Типа, я быстро вковать приколка в комп играл. Уже здесь? Угу. Здрасте. Здрасте, здрасте. Перед тем, как представить гостя, я по традиции зачитываю его регалии. Угу. Встречайте, Александр Волков. Волков. Необычная фамилия. Александр, я понимаю, что вам на каждом интервью задают этот вопрос. Вы, наверное, уже устали на него отвечать, но сами понимаете. Будут курсы, сколько продаж. Слушай, курсы уже на бирже продают. Ну, ладно, может быть, я и не написал бы эту шутку. Понимаете, я тоже не... И вы поняли курсы валют. Не могу это не спросить. Кто вы? Бля, честно, но если бы я вот так перед Александром Волковым сидел, я бы вообще не засал бы и просто поебало бы получил бы. Я выступаю в UFC. Я вот вчера у вас брал в ведро крыльев острых и траванулся. У нас? Да, у вас. А вот это не правда. Ну, хотя, хуй знает, какие там в UFC делают крылья, блядь. А вот, блядь, в KFC нахуй! KFC! 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 А, в UFC? Да, не в KFC. В UFC. А, вы в UFC работаете? Я боец UFC, да. Бля, я боец KFC. Есть вопросы? Поверьте мне, бойцы KFC это куда серьезней. Я, конечно, не люблю хвастаться своими регалиями, но я так-то бокс-мастер. Ну, то есть мастер спорта по боксу. Все, все. А почему вы вообще выбрали UFC? Оно же не популярно у нас. Популярно, почему? Почему вы тогда, как игра и гармонь, в 5 утра показывают? Самые бои в Америке проходят. Там другой часовой пояс. Хороший. В этом будет время в Россию. А какой часовой пояс престижнее? Наш или их? Наш. Вы боец. Когда видите, как детишки на площадке дерутся, подходите к ним со словами? А можно я разок пробью так, чисто на технику? Нет, конечно, я детишек не трогаю. Детишек не трогаете? Да, я тебя не буду, не бойся. А я не боюсь. Как говорится, волков боятся в лес не ходить. Волков? Волков? Да. Можете определиться, волков, волков? Сейчас волков. Да это волков. Да это волков. Ну, бред же. Ну, фамилия волков. Они боятся волков. Так не боятся волков. Это же не боятся вас, получается? Или все-таки не боятся волков? Не боятся вас? Что? А вам, когда говорят, типа, заткнулся, вам говорят, типа, волк, офф. Кто? Мне говорят заткнулся. Батек там. С 2012 года вы боретесь с тяжелым весом? Я борюсь в тяжелом весе. С 2009 года. А, то есть вас все устраивает, вы ничего не собираетесь с этим делать? С чем? Ну, с весом. Типа, может, там, фитнес какой-нибудь легкий. Ну, танцы, знаете, иногда кто-то выбирает, чтобы и приятно, и полезно. Тяжелый вес — это категория. Фу, где? Это не значит, что я... Назвите. Это не значит, что я... Категория где? Жирный. Категория смешанных наборцев. Весовая категория. Типа, вы заходите в смешанные наборцы, выбираете категорию. Да? Ебать, вы формаломли, видели? На борт выбираете категорию. Да? Ну, если играть на PlayStation, то да. Я, кстати, когда в компьютер играю, всегда вас выбираю. Ну, и как получается выиграть? Ну, вы там резчик овощей, на пенсии, у вас семья из 8 человек. В Sims 3 — это, можно сказать, победа. Я, по крайней мере, в игре. А от смешанных единоборов с головой не болит? Я просто слышал, что нельзя смешивать. Иногда болит. Иногда болит? Да. Часто? Не очень. У соперников. Часто? Болит голова. Ну, зачем мне выходят драться? Ну, смешивают. Ну, вы поняли, да, про чего смешивать, значит? Ну, понял. Прикол ты сам. Ну, единоборство. Ну, да. 3,46. Поздравляю, вы уже продержались дольше, чем со Спинелло. Спасибо. Круто. А кто такой Спинелло? А есть же Вателло? Может быть, Донателло, блин? Ну, рекорд. Да. Рекорд ваш? Не, реально, кто такой Спинелло? Боец из Англии? Понял. Спинелло. Зачем сели? Готовите что-то? 3 минуты и 6 секунд. Вы уже продержались. Будете нутелло, блин. Спинелло. Спинелло стекло. Угу. В бою с Томом Спинелло вам знатно наприлетало. Это из-за того, что вы не подготовились. Установили бы себе приложение Aviasales? Всегда будете знать, что, откуда прилетает и по какой цене. Да, скажите. Ну, да. Так сделаете? Не выйдете? Угу. Кстати, хотел спросить. Скажите, в конце боя с ним вы сами попросили себя немножечко придушить? Или это была его инициатива? Он меня не придушил. Он сделал болевой. Болевой? Угу. Больно было? Да. Да? Да. А что вы сделали, когда болевой был? А? Когда болевой, что вы... Какая мысль была в голове? А-а-а! А-а-а! Спасите, да. Надо было готовиться. Угу. Из шоу «Кто хочет стать миллионером» попросили на вас протестировать вопрос для первого раунда. Ну, типа, вдруг он слишком легкий, что даже вы угадаете. Итак, как говорят, когда встречают кого-то до обеда? Варианты ответа. А. Доброе утро. Б. Добрая пудра. С. Мокрая куртка. И. Д. Самолет. Время идет. Время идет. После обеда? А. А! Доброе утро! Обалдеть! Это правильно. А. У вас ухо там, что ли? Ваша цитата. Нет соперника сильнее самого себя. Да. Но у вас 46 боев, из них 11 поражений. Получается, много людей есть? Сколько вы сказали? 46? У меня 45 боев и 10 поражений. Извините, немного забегаю вперед. Почему? Ну, у вас же будет следующий бой? Ну, будет 46 боев и 10 поражений. В смысле? Если сейчас 45 боев и 10 поражений, то, наверное, будет 46 боев и 11 поражений? Больше не будет поражений. Вы сейчас реальный эксклюзив хотите для нас дать, что вы завершаете карьеру? Да. Вы уже знаете имя своего следующего соперника? Пока нет. Ну, хотя бы известно, там, Пол, мальчик или девочка? Ну, скорее всего, мальчик. Это... Ну, кстати, да, реально. Пиздец. Он, ну, прям ебанутый сильный, блядь, подкачанный. Ну, Волков тоже неплохой, конечно, блядь, но вот он прям ебать. Хорошенький такой. Без вариантов тогда 11 поражение. Я бы от него удушающий получил. Вы же сами сказали, скорее всего, мальчик. Так и до этого мальчики были. Волков или Волков? Волкон. Да, за такой можно и пизды схватить. Трансляцию он будет снести, махуй. Они-то все-таки договорились перед тем, как это заснять, а я просто со стороны пёзнул. Боёв выигранных, это же... 45 боёв всего. А, всего. А выигранных 35. Из них 10 поражений мальчикам, 35 все девчонок выиграли. Ну нет, тут не так работает. А кого вы подожди, 35? Бля, какое-то ты я бы женщина, отпиздила в UFC? Именно кто-нибудь там. Ну, взять даже если самую сильную, допустим... Эээээ... Аманда Ньюнис. Или какую? Она мне дала пизды или нет? Не, реально вы думаете, что она дала мне пизды? Ну, без Врохлов. Только вот сейчас кроме шуток. ну я бы не смог от него взять пизды тебя бы Элви отпиздал Тём, ты вообще ёбнулся нахуй совсем тебя бы Элви на лопатки уложила меня на лопатки кладут только, чтобы меня потом после этого обработать, так сказать вы сказали, детей вы не бьёте остались девчонки ну парней получается молодых ну кому-то было, в общем, там больше 14 всем было больше 14 мы сейчас серьёзно пишем? нет, вы выигрывали у совершеннолетних? да, выиграл что смешного? нет, вы выигрывали? ну выиграл я же сказал ну всё, я вам верю я вам верю, серьёзно а скажите 300 не буду отсосите у донтиста окей я слышал, что бойцы выходят на бой после сушки разве мучное перед боем не вредно? ну это сушка, не которую едят а какая? после сухариков типа которая сушит тело полотенце? нет, сушка это процесс сгонки веса процесс Саш, вот честно без камеры вроде глупый глупый парень а как что-нибудь скажешь умное молодец спасибо ты реально вот хоть стой, хоть падай процесс можешь ещё рассказать? бра, лучше до пиздится упадёт мне кажется знаешь, Саш не кисни на радуге зависни у нас нет этой рекламы а, да? а цитрамон чё? молчат пока? а можете сказать перед боем я всегда пью цитрамон? нет, не могу а, типа как я так потрясающе выгляжу я пью цитрамон в камеру можно не буду? вы самый высокий боец в UFC? нет, есть повыше блин, ну я-то честно не знаю чем вас поддержать думал хоть здесь вы лучший ну это не соревнования ну в плане роста ну всё равно как бы а где ещё? блин а какой у вас рост? 2- 1 short что смешного? С,. вспомнил шутку хочешь скажу? смотри, короче, на тренировке он палец это сломал здесь вот сустав был такой же размеры как вот этот угу Ну все. Договариваете. Получается все. Не, вы шутку, да? Ну на, шутку потом расскажу. Потом расскажу. А, обманул. Ну да. Я тебе шутку расскажу, я просто по разу устав расскажу. Перед тем, как выйти на бой, вы снимаете одежду, футболку, штаны, шлепки. Почему вы не пойдете дальше и не снимете шорты, трусы, и голым не забежите в клетку, чтобы ошарашить соперника? Нет, этого хватает, чтобы ошарашить. Что? Чего? Ну, остаться в шортах. Александр, я вам какие-то советы все равно даю, как выиграть. Вы хватает? Ну так нельзя же тоже делать. Все должны быть в одинаковой форме. Он в шортах, я в шортах. Если без шорта, то уже другой спорт. Почему он одинаковый? Почему он-то подготовлен к бою, а вы нет? Вы когда вот в ринге, вы до этого тренировались? До этого? Ну, вот до этого момента, когда вы стоите в клетке. До этого я сначала иду из выхода к рингу. А вот до выхода, когда вы идете, вы тренируетесь вообще? Ну, немножко получается тренировать, да. Не, просто я видел бойцов, там они какие-то накаченные. Ну, я тоже видел таких. Да? Тоже смотрите на них. С восхищением? Да, мне тоже нравятся большие музыки. Ну, не без этого, конечно. Когда-нибудь я буду такой же. Хочется быть таким. Да, так выходит. Ну что, тогда наша рубрика сделаем по самому сильному удару каждый. Куда? Давай в плечо. Ты уверен? А что? Как говорится, чем больше шкаф, тем больше вещей в него можно положить. Ну, давай, кто первый? Ну, наверное, ты. Вряд ли ты после меня сможешь убить. Готов? Можешь начинать? В смысле, Саша, готов. Я как бы всегда готов. Мне не сложно. Типа мне просто тебя ударить? Ну да, я в этом плане натренированный тип. Ну да. Мне ничего не стоит выдержать. Давай самый какой-то сильный, разозлись хоть. Саш, без этого всего давай. Просто соберись хоть раз в жизни. Ох, вот это, кстати, даже нормально было. Кстати, неплохо. Даже. Ну, слабее, чем я думал, но. Слушай. Слушай, хорошо. Ну чё, я? Но только без сляж. Бля, ну это хуйня полная. Не бей, стой. Бля, ну всё, пиздай, это минус карьера, нахуй. Бля, просто реально жизнему испоганил. Там сустав слетел, нахуй. Тут сразу видно. Тут ещё техника. Брюса Ли. Это прямой кулак. Полное проникновение, бля. Десятая ката, танец, хуя. ОК или перерыв? На привет. Что? Поплакать, перерыв или продолжаем? Я нормально. А ты как, не хочешь? Мне вообще, я даже лучше сейчас себя чувствую, чем раньше. ОК. Кстати, уважаемые подписчики. Если это видео наберёт 100 тысяч лайков, Александр в следующем бою ляжет во втором раунде. Я не буду этого делать. Хорошо. Если это видео наберёт 100 тысяч лайков, Александр силой заставит Слуцкого сходить с нами на рынок. У вас жена и двое сыновей. Скажите, а кто у вас в семье самый сильный? После меня? Ну, включая вас. Я, наверное. А как вы это узнали? Вы их бьёте? Ну, нет, очевидно. Прямо очевидно, что вы? Ну, да. Я серьёзно, как вы понимаете? Можно без камеры мы это вырежем? Вы как понимаете? Ну, я просто больше, сильнее. Ну, вот, смотрите, перед вами сын стоит. Какой-то такой. Я сильнее. Он говорит, я сильнее. Дальше драк. Вот, смотрите, к вам приходит там, условно, жена. Ну, моделируем ситуацию. Ну, да. Саш, привет. Я сильнее тебя, мне кажется. Вы ей что скажете? Да, прикольно, что вы подготовились. Я с женой соглашусь. Но это не сделает тебя сильнее. Всё понятно. Всё понятно. И так, второе место и каблук достается Александру Волкову. Вы знаете, откуда берутся дети? Да. А можете рассказать для наших юных подписчиков? Насколько юных? Ну, там, от нуля до девяти. А истерность? Не, серьёзно. Серьёзно. А с какого возраста надо по sexual education рассказывать, откуда берутся дети? Все же знают, откуда берутся дети. Типа, с самого детства надо рассказывать? Ну, то, что из яиц, типа. Нет, ну, вначале-то дети живут в яйцах, правильно? Просто они ещё не как дети выглядят, они выглядят как... Блядь, ну как пиявки, типа. То есть, потом они переезжают условно, то есть, пересекают границу. И потом они уже, считай, ну, именно прописываются, то есть, в клетке. Понимаю, звучит страшно, то, что дети в клетке. В яйцах клетки. И дальше они там живут 9 месяцев и обратно возвращаются. Ну, это если кому интересно. Всё-таки я, ну, тема сексуального образования должна присутствовать в любом случае. Ну, а если-то нету яиц? Ну, а если не ебёт женщин? Очевидно, что я про мужчину. Ебать-то умный. Ну, блядь, я посчитал, что я должен рассказать в любом случае. Скуда вообще эта хуйня взялась, то, что Аист приносит? Если хотите, я могу показать, где сперма находится прямо сейчас. Вот здесь. Ладно, ребят. Не будем очень сильно углубляться в эту тему, как говорится. Знаете, как дети были? У вас же есть дети. Причём это уже вокруг да около. Ну, прям, что рассказать именно? Ну, как процесс, как появляются. Зачем? Ну, приятно, когда, знаете, какая-то известная личность приходит и делится именно своим опытом. Ну, уникальным, как вот именно он зачал детей в своё время. Я бы уверен, если бы я в детстве от вас услышал, откуда берутся там дети, я уверен, я бы более качественно сейчас уже трахнулся. Я как бы опытом делиться весь таким не собираюсь. Не собирались. А если сумма, какая вас устроила бы? Ну, за которую бы вы рассказали. То есть я же понимаю, почему вы кого-нибудь. Если речь пойдёт от тысячи рублей. От. То есть может быть и больше. Ну, сколько, например? Ну, до трёх тысяч. Ну, трёх мало. Не будем рассказывать правду. Ну, давай не будем до трёх. Ну, скажите ещё раз. От АЭС-то. Вот эту камеру. От АЭС-то. Пройдите тест. Кто ты? Артик или Асти? Артик, наверное. А кто это? Ну, Артик и Асти. Ну, кто это? Ну, Артик и Асти. Кто это? Александр Волков. Кто это? Александр Волков? Тогда я Артик. Артик. 73 балла. Вопросы у тебя, конечно, тупые. Ну, а что у вас спросить? Я когда в поиски ввёл Александр Волков, мне гугл ответил, может быть, вы имели в виду ничего? Если бы у вас был выбор стать чемпионом UFC или остаться Александром Волковым, что бы вы выбрали? Я бы остался Александром Волковым и стал чемпионом UFC. Тут надо выбрать. Это же невозможно. Ну да, но я, получается, потренируюсь побольше. Выиграю несколько боёв и выиграю пояс. Отличная схема. Да, схема отличная. Но в реальности-то что делать? Ну, в реальности так и получится. Поражаюсь вашему оптимизму. Кто вам дороже? Ну, кстати, вот в этом плане с Александром мы схожи. У меня, кстати, скоро турнир будет среди лучших команд. Ну, выиграю, естественно. Девятнадцатого числа приходите смотреть на HLTV. Я лучший. Я или мама? Не, что вы смеетесь сразу, блядь? Блядь. Сука. А в реале? Да, 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 в реале. Я, правда, не уверен, что там зрители можно будет, но там трансляция будет. Я буду стримить нашу игру с Дискордом, там со всей хуйней. Короче, там всё красиво будет. Ну, их LTV там профессионально, то есть, и комментаторская, наверное, трансляция будет. Ну, её нахуй не смотреть, смотрите мою. Двенадцатого числа, блин. Мама. Сейчас, стойте. Я или мама? Блядь, а если я бы вас спросил, я или мама? Фух, блядь. Да какой, зачем вы пишете ты? Конечно, мама, блядь. А есть мамы в чате? Я тоже вас выбираю, мамы. Я всех мам выбираю, блядь. И желаю им, блядь, здоровья, нахуй. Кидайте сердечек для моей мамы, я отправлю ей этот. Она просто заболела. Надеюсь, не ковид. Там такая, значит, сердечки и плотная залетела одна. Ну, я подумал, чего вы же. Ок. Прости. Спасибо за честность. Ок. Мама просто нравится. Не, я за... Я за искренность. А удар ниже пояса? Это куда? А ты сам как думаешь? Ширинку. Ну, я думаю, соперник не может ударить вас ниже пояса. У вас ведь его нет. Это и есть удар ниже пояса. Он понял подкол? Нет. А вы никогда не думали, почему я родился в этом огромном теле? Я же другая. Я никогда не думал, что я просто ебать могу. Блин, честно говоря, я никогда об этом не думал. Это ж какой хайповый видос может получиться. Продолжим, жопа? Жопа. Если хотите прекратить интервью, просто поцелуйте кольцо и все закончится. Поцелуешь? Не надо! Бля, хорошо, хорошо. Хорошие шуточки ебать такие. Зачем вам это? Что?